Сегодня я пришел к вам для того, как мне сказали, в основном здесь родители выпускников, у которых впереди сначала ОГЭ, потом ЕГЭ. Хоть говорят, хорошее дело ЕГЭ не назовешь. Поэтому, тем не менее, его нужно сдавать, к нему нужно готовиться. Что нужно сделать перед экзаменами вашим детям? Во-первых, нужно их успокоить, потому что они очень волнуются, они очень переживают. Они очень переживают, даже не представляете, как им сегодня тревожно. А для этого нужно провести вот такой спокойный, добрый разговор по душам, о душе. Что жизнь после ОГЭ и ЕГЭ продолжается. Есть жизнь после ЕГЭ? Есть. Какая она будет? Сыночек или доченька, не сомневайся, она будет такой, которую ты себе выберешь. А потому не торопитесь выбирать за детей. Я ни в коем случае не соглашусь с мнением, что вы выбираете путь ребенка. Есть очень, можно сказать, неположительный пример, когда я знаю одну семью, в которой еще ребенком на моих глазах вырастала девушка. И вот стал выбор, куда ей дальше идти учиться. И мама сказала, пойдешь учиться вот в этот вуз. Девочка хорошо училась. Она туда поступает. Она его заканчивает. И приходит к маме и говорит, мама, я его закончила. А теперь пойдешь в другой, потому что там больше могут платить. Она заканчивает второй вуз. Мама, я закончила вот два диплома. А теперь ты знаешь, это уже никому не нужно. Иди в третий. Она третий вуз заканчивает. Ребенок закончил три института. И что теперь? И она не работает ни по одной из трех профессий, которые мама ей посоветовала. И так дайте возможность ребенку определиться самому, что действительно тебе близко. Техническое, может быть гуманитарное, а может быть действительно какая-то другая сфера твоей деятельности. И так первое, это успокоить. Второе, настроить. И третье, указать путь. Указать путь ребенку, что все, что ты не берешь, сынок, от жизни, за все придется давать отчет. Поэтому скажите ребеночку, своему выпускнику, ты можешь не сдать, сдать, ты всегда будешь мной любим. Мы никогда тебя не оставим. Мы всегда будем рядом с тобой. Вот эта самая главная поддержка родителей, ему сегодня как никогда необходима. И счастлив тот отец и мать, которые воспитывают детей своих в Боге, и говорят, что кроме нашей поддержки, причем она очень слабая и ненадежная, у тебя есть Бог, который есть помощник и покровитель. В книге священного писания Паралипоменон есть замечательные слова. Господь обозревает всю землю, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему. Вы слышите? Господь поддерживает тех, чье сердце вполне предано Ему. Блажен путь праведных, и путь нечестивых погибнет. Живи праведно, живи с душой чистой. И вот тогда мы, сколько сможем, тебе поможем. Но никогда тебя не оставит Господь. Пусть Бог будет с тобой. А поэтому помолитесь с ребенком. Богу. Господи, укрепи моего сына или доченьку. Мы перед экзаменами обязательно служим молебеном. Вот для всех ваших, ну скажем, перед экзаменом, я приглашу на один общий молебен вместе с ребятами. Прийти и сказать, Господи, благослови, успокой меня, Господи. Дай мне силы, Господи. Господи, Ты свет мой, просвети меня. Господи, Ты сила моя, укрепи меня. Господи, Ты спаситель мой, спаси меня. И успокоишься. И обязательно сдашь. А не сдашь, жизнь будет продолжаться. Мы будем рядом и всегда тебе поможем. Запомнили? Ну и теперь я расскажу вам одну притчу. Я знаю, что родители и преподаватели очень любят притчу. Однажды один затейливый мастер, который выполнял совсем простую работу, он изготавливал обычные карандаши. Сделав очередную работу, он решил с ним заговорить. И говорит, Слушай, сегодня я хочу дать тебе четыре совета. Запомни, сказал мастер. Первый. Теперь у тебя начинается самостоятельная жизнь. И у тебя обязательно будет момент, а может быть и не один, когда тебя будут стружить. Но от этого ты еще больше будешь нужен людям. Второе. Запомни, что ты наверняка будешь в своей жизни делать много ошибок. Но есть замечательное такое простое средство, которое позволит стереть все твои ошибки. Третье. Самое дорогое и самое главное у тебя, всегда помни об этом, это то, что у тебя внутри. Без этого ты никому не будешь нужен. И четвертое. Запомни. Где бы ты ни оказался, ты обязательно должен писать. И с этими словами мастер положил карандаш в коробку. Это непростая, очень интересная смысловая притча, которая, немножко пояснив, скажу, мастер, творец, Бог. Карандаш каждый человек. Об этом можно сказать своему ребенку. Ты, как карандаш, каждый человек. Мы должны помнить, что в нашей жизни будут моменты, когда у нас, ну, что-то не будет получаться, и нас будут стружить. Ничего. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее. Правда? Второе. Не забудь, сынок, не забудь, доченька, что ты тоже будешь делать ошибки. Но есть такое понятие, как исповедь, покаяние перед Богом, когда ты можешь сказать, Господи, прости, потому что мы люди, потому что мы люди, и мы все оступаемся. И Иоанн Богослов, ученик Иисуса Христа, в Евангелии говорит, если говорим, что нет в нас греха, обманываем самих себя. И истины нет в нас, потому что все согрешили, и нет праведного ни одного. Но если мы исповедуем грехи свои, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Вот почему, доченька, если ты споткнешься, никогда не отчаивайся, поднимайся. Бог обязательно рядом, как любящий отец, тебе поможет и укажет тебе правильный путь. Третье, запомни никогда, доченька, и не забывай, что самое дорогое у тебя это твоя бессмертная душа. И, конечно, последнее, доченька, не забывай, что когда ты будешь трудолюбива, целомудрена, чиста, обязательно ты будешь нужна людям и тем, с кем ты свяжешь свою жизнь. Вот, дорогие мои, я желаю всем вам помнить о том, что у каждого из нас бывают трудные минуты. Мы все ошибаемся, но у нас всегда есть возможность подняться. А теперь несколько советов. Берегите своих детей от социальных сетей. Пусть они вживую общаются с вами, пусть они говорят с вами. Обязательно привлеките к этому папу. Мы должны понимать, что на женщине сегодня очень много висит, лежит и грузом не позволяет позаниматься с ребенком так, как она хочет. Будем говорить объективно. А папам сегодня очень важно донести великую ответственность. Отца в семье. Глава жены – муж, а глава мужу – Христос. И вот если эта иерархия нарушается, дети должны слушать маму с папой, жена должна во всем быть послушна мужу своему, а муж должен слушать Бога, который дал ему власть за всем, за всей семьей, за женой и за детьми. Не только заботиться, любить, но и проявлять всяческое попечение. Вот мне кажется, самая главная задача указать нашим детям, для чего ты живешь. Если мы не укажем, это еще одна трагедия в семье. Если жена не знает, для чего живет, она стирает, готовит, обслуживает мужа, воспитывает детей, возит на секции, она всячески старается ему помочь. А для чего? Вот ответить. Ради чего вот эта шестеренка каждый день, каждый день вращается? Она же с ума может свести. И не только потому, что твой сын не станет сварщиком. Кстати, я очень заступлюсь за сварщиков. Я считаю, что пусть больше будет людей рабочих профессий. Поверьте, это им пригодится больше, чем они будут иметь возможность цифровизирования везде и всюду. То есть пусть работает руками. Христос был сыном плотника. Он делал своими ручками табуреточки. Он умел строгать. У него на ручках мазорики были. От рубаночки, от молоточка. Сегодня нынешние дети ничего делать не хотят. Они сидят и клацают. Они от всякого труда себя уже изолируют. Поэтому у нас выбор. А идти, конечно, буду сидеть и клацать. Еще за это большие деньги получать. Не обманывайте детей своих. Это все пройдет. И как-то у нас в такое большое собрание пришли дети светской школы. Им бы поговорили. Вот скажи, пожалуйста, о чем ты мечтаешь? Ой, я мечтаю хорошо сдать экзамен. А потом? Вот давайте помечтаем с вами. Вот представьте, вы, ну скажем, выпускница девятого класса. У вас впереди ОГЭ. О чем вы мечтаете? Устать экзамен. Правильно. А потом? Потом поступить. Правильно. А потом? Получить профессию. Потом? Устроиться на работу. Замечательная мысль. А потом? Семья. А потом? Дети. Правильно. Замечательные все здоровые желания. Вообще совершенно замечательная девятиклассница. И так? А потом? А потом дети выросли. А потом? Прекрасно. Внуки, да. А потом? Начать жить. Начать наконец-то от всего отдохнуть и посвятить какое-то время тому желанному себе. А потом? Так далеко еще не загадывай. Вот напрасно давайте смотреть на жизнь. Серьезно. А потом? А потом все, жизнь закончилась. А потом? Прийти к Богу. Спасибо, вы были очень откровенны. И я вас за это благодарю. Вот так девчонки приходят. Да, я хочу того, я то, я хочу машину, я хочу за границу, я хочу. Хорошо, потом. А потом? А потом я состарюсь. А потом? А потом я умру. А потом? А потом все. А вот здесь-то как раз и самое главное заблуждение светского образования. Умрешь. И на этом все. Атеизм и атеистическое воспитание учит ребенка. Верь, человек. Ты живешь один раз. Живи для себя. Живи красиво. Наслаждайся жизнью. Потому что ты умрешь. И не успеешь. Бери. Хватай. Живи на яркой стороне. Слышали? Это весь лозунг современного мира. Это ужас. Разве можно иметь смысл в жизни, о чем говорит атеизм? В смерти. Ты умрешь. А потому бери. Не успеешь. Хватай. Наслаждайся. Вот и берут те, кто поподлее, кто посмелее. Берут от жизни все. А может быть не все нужно брать от жизни. Нужно что-то еще после жизни, после этого времени, после себя еще оставить. Совершенно правильно. Чему учит наше с вами православие? Верь, человек. Ты не умрешь. Ты будешь жить вечно. А потому готовься не к смерти. Готовься к вечной жизни. Потому что Христос пришел в этот мир. И смертью смерть победил. И нам подарил жизнь вечную. Христос воскресе. Борисе во воскресе.